Всем привет. Не забудь подписаться на канал. В описании к видео ты найдешь охотничьи вещи с Алиэкспресс. Охотнику они будут очень полезны. А теперь погнали. Турецкий инерционный полуавтомат Хаглю Ренова уже успел полюбиться российским охотникам и стрелкам как недорогое и хорошее оружие. Надежная автоматика на основе системы Бенели делает ружье очень надежным и всеядным оно перезаряжает самым разным диапазоном навесок и работает даже без жесткого упора в точности как оружие от Бенели. Но в отличие от него, Хаглу куда более доступно и в цене конкурирует с отечественной продукцией. Первое что замечаешь ружье заметно, легче прочих полуавтоматов, его вес всего 3 килограмма, против 3,5 у конкурентов. Это достигнуто благодаря применению легкосплавного ресивера и блока УСМ. Некоторые консервативные охотники скажут, что алюминиевые элементы делают ружье менее надежным, но это совершенно не так. Конструкция облегчена только в тех местах, где это возможно, и при нормальной эксплуатации производитель дает гарантию в 5 лет. Полная длина ружья 1300 миллиметров, длина ствола 760 миллиметров, ствол развернут до диаметра канала 18,75 миллиметра, это дает большую плотность и сгруппированность осыпи дробового снопа и немного снижает отдачу. Для снижения отдачи и большего комфорта стрельбы у ружья увеличена длина переходного конуса патронника. В комплекте идет набор из 5 удлиненных 70 миллиметров чоков, которые делают осыпь более равномерной, своим длинным и плавным заходом на сужение. Магазин ружья полноразмерно четырехместный, то есть вмещает в себя 4 патрона в 76 гильзе. Эргономика хуглу ренова на высоте, цевьей рукоять с мелкой резкой насечкой ухватистые, нигде ничего не мешает, не нужно тянуться до узлов управления. Приклад оснащен мягким силиконовым затыльником, действительно смягчающим удар в плечо, в отличие от отечественных дубовых калош. Кнопка сброса с затворной задержки расположена, таким образом, что ее удобно нажимать при любом хвате даже в перчатках. Довольно большая, почти спортивная треугольная кнопка предохранителя, нажимается с отчетливой фиксацией. Спуск довольно тугой, в районе 2,7 кг. Кому-то такое усилие покажется излишним, хотя при темповой стрельбе оно почти незаметно. Инерционный механизм ружья почти полностью соответствует, таковому в Бенеле, турецкие оружейники предпочли не экспериментировать с проверенной рабочей классикой. Ружье ест все навески от 28 грамм, некоторые владельцы сообщают о стабильной работе и на более мелких навесках. В общем ружье, очень интересное и удачное достойный вариант, в качестве первого оружия, подходящее для охоты для спорта. Из ряда других аналогичных ружей 12-го калибра, с патронником 76 мм Ренова, сразу выделяется, сверловкой канала ствола X-BOR 18,75 мм. Такой развернутый ствол характерен, больше для спортивного оружия, как и довольно длинный переходной конус от патронника, к цилиндрической части ствола, у Ренова он имеет длину 60 мм. Такой конус выполняет две функции, снижение отдачи, и улучшение внутренней баллистики на большинстве типов патронов, с мягкими обтюраторами, с юбкой. В длинном конусе дробовой снаряд, при переходе из широкого патронника в более узкий ствол, имеет больше времени для перестроения. Оно происходит плавно, с меньшей деформацией дробин. Тем самым улучшаются параметры осыпи, в первую очередь равномерность. Считается, что у ружей с диаметром канала ствола, больше 18,6 мм, заметно ухудшение резкости боя. Тесты с разными чоками ружей Хаглю Ренова, со стволами 760 и 710 мм показали, что в данном случае о снижении резкости говорить не приходится. По сухой сосновой доске заводскими патронами, глубина проникновения составила 3,5 диаметра, для дроби номер 3. И чтобы уже закрыть вопрос понимания, турецкими оружейниками компании Хаглю вопросов внутренней баллистики охотничьих ружей чоки для Ренова используются длинные, 70 мм, с резьбой в передней части и центрированием в канале ствола за счет сверловки, под дульное сужение. Стабильность формирования осыпи в Эктив Чок, за счет длины лучше, что доказана практикой самых разных охот. Инерционный механизм стандартного принципа работы. Отпирание затвора осуществляется за счет накопления импульса, инерционным телом затвора, поэтому не надо пытаться проверить работу автоматики, упирая Ренова в стену или столб. Без движения оружия ни одна инерционка перезаряжаться не будет. Некоторые модели, в частности итальянские, не перезаряжаются при недостаточно плотной вкладке. Напомним, что значительная часть продукции Хаглю поступает на внутренний рынок, а одной из наиболее распространенных охот в Турции является отстрел диких кабанов, наносящих в силу своей большой численности, значительный урон сельскому хозяйству. Охоты эти, как правило, проходят в горных зарослях загоном или с гончим из гладкоствольным оружием, причем стрелять приходится очень быстро и на коротке. Так вот, немалая часть модификации Ренова имеет пулевой ствол 610 мм, специально для таких охот. Думаем, вопрос с надежностью перезарядки, при быстрой стрельбе из любых положений дальше, можно не обсуждать. Разве что упомянуть систему Hammer Locking System, исключающую срабатывание спуска и ударника, при неполностью закрытом затворе, ведь в спешке, можно попытаться выстрелить, еще до полного возврата затвора в переднее положение. И раз речь зашла о пулевых стволах, на российском рынке наиболее популярны, модели Ренова Блэк Слук с целиком, имушка и Ренова Кантиловер Комбо, с дополнительным пулевым стволом с планкой Пикатинни, выдающейся над ствольной коробкой. Так что для установки любых прицельных приспособлений коллиматора или оптики, не надо устанавливать планку на саму коробку. Еще одной фирменной особенностью, является затыльник-амортизатор, с системой гашения отдачи Soft Impact. В комплекте с каждым ружьем, идут три таких затыльника разной толщины, которые совместно с набором прокладок для регулировки отвода и погиба приклада позволяют настроить ружье Ренова, под антропометрию большинства стрелков. Кстати компания Хаглю одна из немногих, кто изготавливает на свои ружья приклады по индивидуальным заказам. К сожалению в российских реалиях стоимость заказа, порой может превышать стоимость ружья, но сама такая возможность существует. Безусловно стоит обратить внимание, на алюминиевую скобу УСМ, в наш век победившего пластика такое, уже не часто встретишь. Скоба является частью корпуса УСМ, и имеет запас прочности для эксплуатации оружия, в самых жестких условиях. Вообще в эксплуатации инерционные системы, обычно наиболее неприхотливы. Ренова не исключение. Затвор при стрельбе практически не загрязняется, ружье неоднократно проверялось сериями, в несколько тысяч выстрелов, в том числе оружейными специалистами компании Альянс. Все испытания прошли без задержек и каких-либо поломок. Стоит отметить, что компания Хаглю благодаря взаимодействию с компанией Альянс, очень оперативно реагирует на любую обратную связь, так что специально для России некоторые детали затвора и УСМ были заменены на нержавеющие. Был осуществленный ряд, других незначительных доработок, с учетом опыта эксплуатации ружей в наших условиях. Интересно, что изначально гарантированный ресурс Ренова производитель, заявлял в 8 тысяч. Однако в настоящее время мы отслеживаем ряд ружей, у спортсменов-практиков, в прокате на стрелковых комплексах и просто у любителей пострелять, с настрелом уже значительно большим 10 и даже 15 тысяч. При использовании стандартных охотничьих и спортивных навесок дроби, 32 грамма заметного износа механизмов пока не наблюдается. Хромирование ствола и патронника очень качественное, и даже с учетом того, что переходный конус не хромируется, при больших настрелах нам пока не удалось обнаружить, каких-либо заметных пограничных дефектов хромирования. Вес ружья Хаглю Ренова, без патронов 3 килограмма в зависимости от исполнения. Это классическая пятизарядка 4 патрона в магазине, плюс один в стволе. Производитель предлагает большое количество вариантов исполнения, от черного пластика ложи, и черной коробки до качественного ореха, цветной коробки, или полностью камуфлированных вариантов Криптык и Мосиоук. Неудивительно, что за три года эксплуатации в России, ружье Ренова завоевало популярность не только как одно из наиболее доступных по цене полуавтоматических ружей, но в первую очередь как охотничье ружье с прекрасным боем, с хорошим балансом и управляемостью, функциональное и надежное, в самом широком спектре условий эксплуатации. Не забудь подписаться на канал, и ставь лайк если видео было полезным.